Многие верующие люди сталкиваются с недопониманием Божьего закона, а если конкретнее, считают, что его невозможно исполнить. Ведь это очень сложно. Божьи заветы, разные предписания, все нужно помнить и все нужно исполнять. Зачем? Для чего? Ну, если с вопросом «зачем» более понятно, то с вопросом возможности вот здесь вот проблемы. В Священном Писании действительно очень много разных предписаний и законов, и действительно практически невозможно все это исполнить. Но иудеи считали, что они обязаны это делать. И они учили, учили, что нельзя забывать даже самую мелочь. Правильно это? Да, конечно, мы можем сказать, что это верно, потому что это Божье установление. Это действительно так. Но тем не менее, что сказал об этом Иисус Христос? Давайте прочитаем. В Евангелии от Матфея, в 11 главе, с 28 стиха мы читаем такие слова. Удивительные слова. Как может быть иго и бремя чем-то положительным? Ведь иго и бремя – это слова, которые даже не понимая, можно сказать, это нелегко. Мы не знаем, что такое иго, что такое бремя, но это что-то тяжелое. Это то, что невозможно нести или невозможно соблюдать. Ну как Христос мог сказать такие слова? Это то же самое, что взять мешок с цементом, который весит 50 килограмм, дать человеку и сказать «возьми его в левую руку и неси, потому что мой мешок легкий». Ну там же 50 килограмм. Вот Иисус Христос говорит нечто подобное. Существует такое поверье, что Иисус Христос знал, о чем он говорит. Некоторые библейские комментаторы считают, что поскольку Иисус Христос был плотником, он мог сам производить некоторые предметы, которые люди использовали. Эти предметы были из дерева. Возможно, Иисус Христос знал, как делать ярмо. Он прекрасно мог понимать, что ярмо, оно делалось специально под каждое животное. Сначала животное приводили к плотнику, он замерял шею, потом делал его. Через некоторое время вола опять могли привести для примерки. И вот Иисус Христос говорит, «Я тот, кто знает, что тебе нужно». И даже если это ярмо заставит тебя немножечко страдать, а мы все прекрасно понимаем, что, наверное, ни одно животное не любило это ярмо. Но ведь ярмо одевалось на шею для того, чтобы работать, и, скорее всего, тяжело работать, Иисус Христос говорил, «Приходите ко мне, и я сделаю для вас такое ярмо, которое хоть и заставляет вас работать, но будет для вас комфортным». Слова Иисуса Христа о том, как мы должны жить, чему или кому повиноваться, все Божьи законы, которые содержатся в Священном Писании, не сделаны для нас, для нашего счастья, для нашего блага. И поэтому то, что предлагает нам Иисус Христос, поскольку оно для нашего счастья и блага, безусловно, комфортное, даже если нам кажется, что оно не нужно нам. Пусть Господь поможет нам это понимать и полностью доверять, и, приходя к Иисусу, брать то, что Он предлагает. Продолжение следует...